Очередной случай насилия над детством произошел в пятницу 17 марта в поселке КСК в районе школы номер 30. Неизвестный мужчина около 8 часов утра силой затащил 9-летнюю второклассницу за гаражи и совершил с ней в официальных документах говорится насильственное действие сексуального характера. Мы говорим преступление, которое обязательно должно быть раскрыто. Следственный комитет просит помощи. Преступник, помимо всего прочего, отобрал у девочки золотые серьги. Она сходила в школу и рассказала родителям о случившемся только тогда, когда пришла домой после уроков. Сегодня в учебном заведении педагоги идут по классам, чтобы рассказать детям о том, кого нужно бояться по пути в школу и обратно и как вести себя с незнакомыми людьми. Прошли по классам, детей предупредили, родители предупредили о том, чтобы были предельно очень-очень насторожены, смотрели на то, какие люди идут рядом, какие люди могут отвлечь их, позвать куда-то, чтобы ни с кем посторонним не общались, чтобы по мере возможности родители провожали и встречали детей в школу и из школы. К расследованию преступления привлечен весь личный состав Следственного отдела Черновского района Читы. Уголовное дело возбуждено по признакам насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также грабежа. Следственным комитетом за совершение этого особо тяжкого преступления разыскивается молодой человек, возраст его от 17 до 30 лет, ростом 150-155 сантиметров, был одет во все черное, черно-вязаная шапка с белыми полосами, черная куртка с белыми полосами на рукавах и на груди слева, черные спортивные брюки с белыми лампасами и черные же кроссовки с белыми полосами. Следственный комитет просит всех, кто обладает какой-либо информацией о личности нападавшего, обращаться по телефонам, указанным на экране. Конфиденциальность гарантируется. Администрация Читы в седьмой раз объявила о проведении конкурса на соискание муниципального гранта. Принять в нем участие могут некоммерческие общественные организации. В этом году муниципальный грант предоставляется на осуществление общественно значимых проектов в сфере истории, культуры, экологии, спорта и развития гражданского общества. Муниципальный грант это безусловно деньги. Это субсидии, которые выделяются общественному объединению для реализации того или иного проекта. Всего в текущем году на муниципальные гранты из городского бюджета выделено 325 тысяч рублей. Предполагается, что каждый из победителей конкурса получит на реализацию собственного проекта от 30 до 80 тысяч рублей. В прошлом году, благодаря муниципальным грантам, в Чите было реализовано несколько социально важных проектов, таких как Т1, для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Чита «Зеленый город», посвященный проблемам озеленения Краевого центра и «Дружба народов. Единство России» для пропаганды историко-культурного наследия Читы. Заявки на соискание гранта 2012 года принимаются до 1 апреля в отделе по связям с общественностью Читинской администрации по адресу улицы Чайковского, 35, кабинет 16. Руководитель администрации губернатора Геннадий Чопин пообещал, что каждый случай коррупции, рассматриваемый специально созданными для этого комиссиями, будет предаваться гласности. Как победить взяточников и коррупционеров решили в знаке респондента Цепмедиа.ру на улицах Читы. Да, судить их надо всех. Сажать надо только что. Ну, единственное. Садить их. Со взятками? Надо, наверное, наказывать как-то. Вылавливать. Собороться надо начинать властям, а не рыба гниет с головы. Здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, как бороться со взятками? Нормально. Я даже не знаю. Не давать взятки. А вы сталкиваетесь с этим? Нет. Никогда? Нет. Принимать законы соответствующие. И людям быть более отзывчивыми. Сообщать о фактах коррупции вовремя. Ну, наверное, всех надо жестко так наказывать, чтобы, допустим, взял, допустим, тот же милиционер, да, какое-нибудь высокое вызывание взятку. И сразу посадите лет на 15. Тогда не будет коррупции. Об этих и других событиях читайте на сайте забмедиа.ру. Субтитры сделал DimaTorzok